Мы говорили о функции жены, да, о функции мужа, да, а теперь будем танцевать нашу семью, да, танцевать вместе. Сказал Господь, нехорошо человеку быть одному, Берешит 2.18. И Джон Милтон, английский философ, поэт, писатель, сказал, что одиночество – это первое явление, которое не понравилось Господу. Якоб Цви Мекленбург, комментатор Танаха, живший в 19 веке, пишет, что нехорошо человеку быть одному, значит, что внутреннее стремление человека к добру не проявится, если он не может никому показать свою любовь. И, причем, интересно, что статистика показывает, что лучше быть здоровым и богатым, да, чем бедным и больным. Согласны? И точно так же статистика показывает, что лучше быть женатым, чем быть холостым, да? Вот данные, проводили исследования. Смертность среди одиноких мужчин позднего возраста в два раза выше, чем среди женатых мужчин того же возраста. Смертность среди одиноких мужчин позднего возраста в два раза выше, чем среди женатых мужчин того же возраста. Одинокие мужчины в шесть раз чаще умирают от несчастных случаев. Одинокие мужчины в шесть раз чаще умирают от несчастных случаев. Холостяки в двадцать два раза чаще страдают душевными заболеваниями. Холостяки в двадцать два раза чаще страдают душевными заболеваниями, в три раза чаще бессонницей и больше склонны к попыткам самоубийства. Более того, наличие холостяков вредно для общества. Составляя всего 13% населения старше 14 лет, холостяки совершают 90% особо тяжких и насильственных преступлений. Составляя 14% населения, да, старше 14 лет, холостяки совершают 90% особо тяжких и насильственных преступлений. И это статистика. И помните, мы говорили, что оставят человек отца своего, да, и мать свою, и что прилепятся к жене своей, и станут одной плотью. Берши 2.24. Комментируют это так, еврейские мудрецы. Здесь имеется в виду, что в браке мужчина связан со своей женой более тесными узами, чем с родителями. Вот как Талмуд поэтически описывает слияние двух жизней в браке. В древней Израиле была традиция сажать кедровое дерево при рождении мальчика и сосну при рождении девочки. И балдахин для свадьбы делали из ветвей этих двух выросших деревьев. Также еврейская устная тора, не письменная, она устная, говорит, что за 40 дней до рождения ребенка, Баткольн, то есть голос с неба, объявляет, дочь такого-то создана для такого-то. И евреи понимают это буквально. В ортодоксальном мире супруги иногда называют друг друга башерд. Башерд данной судьбой. Ашерет, да? Башерд. Башерд данной судьбой. Есть такая притча. Одна римская матрона спросила рабе Йоси бен Халавту, за сколько дней Господь создал мир? Он ответил, за шесть. Потому что так написано в Торе. А чем он занимается с тех пор? Он заключает браки. Такой-то будет мужем такой-то. И так далее, да? Знаете, хорошая мысль у Дерека Принца «Бог автор брачных союзов». Ну, она говорит, ну, у меня тоже тут крепостных полно. Я возьму их сейчас, всех переженю. Подумаешь. Выстрелила она тысячу рабов в один ряд и поставила напротив тысячу раблы. А потом приказала, такой-то станет мужем такой-то. И все. На утреново-брачные пришли к Матроне. Один с раненой головой, другой без глаза, третий со сломанной ногой. И стали кричать. Я не хочу эту женщину. Я не хочу жить с этим мужчиной. Римская матрона послала за рабе Йоси и сказала, Твоя Тора права. И то, что ты мне сказал, истина. Рабе Йоси ответил. Вот, видишь, ты думал, что устраивать брак и легкая работа. Оказалось, что легче заставить расступиться Красное море. Еще из Талмуда. Отцу запрещается выдавать дочь замуж, пока она еще ребенок. Он должен дождаться того момента, когда она созреет и скажет, Я хочу за такого-то. Помните пример такой? Когда сватали ривку, все заговорились и все были согласны, но без самой решения самой девушки, да, ничего бы не состоялось. Хорошо. Кто отдает дочь за старика или женит сына на старой женщине, о нем учит Тора. Не благоволит Господь простить ему. Вавилонский Талмуд, Санхедрин, 76а, на основании 2 Рим, 29-19. Вавилонский Талмуд, трактат Санхедрин, на основании 2 Рим, 2 Розаконие, 29-19. И еще из Талмуда. Нельзя жениться на женщине, которую ты в глаза не видел, а то позже найдешь, что она тебе не подходит, и будет она тебе противна. Нельзя жениться на женщине, которую ты в глаза не видел, а то позже найдешь, что она тебе не подходит, и будет она тебе противна. Вот вопросы полигамии Вы знаете, что у евреев Только в древние времена Была настоящая такая полигамия Потому что когда было несколько жен Кстати, у некоторых народов есть Когда Одна жена есть, имеет несколько мужей Я вам рассказывал о таких народах Но обычно все-таки У мужчин бывает несколько жен И у евреев был такой обычай Я вам уже говорил, что если женщина бесплодна Берут другую жену И вот сын раби Игуды Ганаси Или Игуды князя, как его говорят Наси князь Изучая Тору, провел 12 лет далеки от своей жены Когда он вернулся, она была уже бесплодная Услышал это раби Игуды и сказал Как нам надо себя вести? Если мой сын разведется с ней Люди скажут, что бедная женщина Зря ждала все эти годы Если он возьмет вторую жену То люди скажут, что вторая его жена жена А первая это шлюха Он молился за нее И женщина излечилась Помните, второй брак, видите Он уже упоминался как что? Как прелюбодеяние, да? Человек может быть в браке только с одной женой Такой замысел Божий И проблема большая была у кого? У Якова Из-за того, что он не распознал вовремя, да? Кто, на ком он женится И была у него такая большая проблема И помните, да? Яков любил Рахель больше Леи А Лея была несчастна И она думала компенсировать вот это свое несчастье тем, что родит больше детей Она действительно больше всех детей родила Больше всех наложниц родила И помните, родился кто? Ягуда, да? Из которого прошел наш Мессия Видите, не от счастливой жены А от какой жены? От несчастной, да? То есть Бог ее утешил Бог ее утешил И В дворе формулировка 21-15 говорит Что если у человека две жены Одна любимая А другая нелюбимая Там говорится О том, кто должен наследовать Сын любимой или нелюбимой жены Да? Тоже наследовать тот, кто Старший сын Даже если он сын нелюбимой жены Хорошо Итак, полигамия, вы помните, официально была запрещена в 1000 году нашей эры Но уже до этого были люди, которые имели одну жену То есть это считалось нормальным в европейских евреях В Иоаннске Талмуд говорит У человека были две жены Молодая и старая Молодая выдергивала его среды и волосы А старая и его черные волосы И в конце концов бедняга остался совсем без волос Молодая не хотела же, чтобы у нее седые волосы были, да? А старая не хотела же, чтобы у нее черные волосы были Да, такая шутка Видите, в Талмуде тоже есть анекдоты Вот такое мышление еврейское, правда? Брак по расчету Я говорю, что хороший брак по расчету Да, это очень хорошая и правильная вещь Если расчет, что? Правильный, да Помните декларацию Бальфура? Вот Бальфур, он женился на своей жене, будучи еще молодым Для того, чтобы получить титул пера Помните, там, лорда или как Был в парламенте Палата общин, да? И палата пера в Англии И чтобы получить титул пера или лорда Ему пришлось жениться на богатой женщине Она была на 15 лет старше его И сначала он думал, что она глупая пустушка Вот такая была его оценка Но потом она себя показала настолько умной и добродетельной женой Что он не только стал членом парламента Но, как вы помните, стал премьер-министром То есть, это самый высший в Англии титул И это благодаря его жене И он очень ценил свою жену И очень любил ее То есть, вопрос любви, мы уже говорили, да? Это решение воли Если брак по расчету Может быть, он даже оказывается более крепким Чем брак по любви Смотря в чем заключается расчет Вы согласны? Если это расчет временный То когда условие этого расчета проходит То что? И исчезает Если это расчет на выполнение заповеди И мы ставим Бога в центре То тогда этот расчет правильный? Правильный Во всех отношениях Вавилонский долмуд говорит Кто женится на женщине из-за денег Будет опозорен собственными детьми Вот эта цитата из еврейского труда Сефер Хасидим 13 века Юноша не должен слушаться родителей Если они убеждают его жениться Не на девушке, которую он выбрал А на другое Ибо такие родители поступают неправильно Помните, мы говорили Это-то тесте будет Когда может не послушаться Да, если его заставляют жениться Да, или если его заставляют нарушить заповедь Торы В этих случаях, да, это не является Нарушением принципа почтения родителей Потому что сами родители поступают непочтительно Хорошо Итак, юноша не должен слушаться родителей Так, пишите на тесте у вас В прошлом году я делал такой вопрос, да? Если они убеждают его жениться не на девушке, которую выбрал А на другой Такие родители поступают неправильно Раби Вольф и Кельман говорил Кто женится на деньгах, в конце концов, сам за это платит Очень важна первая любовь Вообще, любовь, я думаю, должна быть первой и единственной Правда? Я еще раз говорю не о влюбленности Влюбленности у разных людей По-разному бывает Есть более влюбчивые люди, да? Вот Видите, если ты увидел красивую женщину И не можешь отвести от нее глаз, да? Ты не должен Чур-чур-чур-чур Чур меня, чур меня, чур меня А что ты должен? Благословен ты Господь и Бог Который создал такую красоту, да? Вот Я вообще люблю красивые женщины Такова моя природа Но Если я вижу красивую женщину Я не думаю о ней В таком сексуальном смысле Стараюсь не думать А Начинаю ее благословлять Господи Дай этой девушке Хорошего мужа Хорошую семью И достаток И чтобы она познала Ишуа, Мессию И так далее, да? И когда мы начинаем так благословлять Видите Вы никогда не Пытаетесь бороться с мыслями Отрицая их, да? Помните, как говорил Хаджан Ассаридин, да? Одному богачу Он спрашивает Что мне сделать, чтобы еще быть богаче? Он говорит Никогда не думай об обезьяне С голым и красным задом И он сидел и думал Только об этой обезьяне Что о ней надо Нельзя думать И он представляет Какой у нее зад И какая она Голая И какая она красная, да? То же самое И в отношении женщин Это я еще раз говорю Вот Если у вас возникают Какие-то такие мысли, да? Не бегите А замещайте Мысль Позитивом, да? Вы увидели красивую женщину Вы с ней не можете иметь Никаких отношений Но вы можете ее благословить И что? Пожелать ей всего Хорошего Здесь Пожелать ей всего Хорошего Хорошо И самое главное Это первая любовь Вавилонский талмуд говорит Если первая жена человека Умирает Пока еще он жив Это все равно Что храм был разрушен При его жизни Когда у человека Умирает жена Мир для него темнеет Знаете, как Разрушение храма Это было то же самое Что холокост В 20 веке Если у мужчины Умирает жена Это то же самое Что был бы разрушен При его жизни храм То есть это разрушение Всего, что есть И Вавилонский талмуд говорит Если вдовец Женится во второй раз Он все равно Всегда будет помнить Первую жену Вот так Бог устроил Что всегда Женщина помнит Первого мужчину А мужчина всегда будет Первую женщину Да? К сожалению У нас не так обучают Своих детей Правда? У меня, слава Богу Вот моя первая женщина Она И Моя жена Вот уже более 30 лет Благословен Бог Это не потому, что Она такая хорошая Или я такая хорошая А потому, что Господь Он проявлял свою милость Даже тогда, когда я был Неверующим человеком Хорошо Значит, если человек женится Он не должен заранее Думать, да? Вот Что он разведется С своей женой Ну, и говорят Вавилонский Талмуд Среди тех, кто Никогда не увидит Лицо ада Тот, у кого Была плохая жена Потому, что у него Ад был На этой свете, да? Итак, мы можем Определить Три модели Семьи Напишите Такой заголовок Модели семьи Разделите лист На три части Раз Два Три На три колонки Первая семья Это традиционная семья Вторая Это библейская Основанная на библейских Принципах И Третья Это современная Современная семья Традиционная семья Что является базисом Для этой семьи? Традиции, да? Вы знаете, что Еврейские традиции Создавались таким учетом Что они даже могут В общем-то быть и без Бога В еврейских традициях Очень мало места Бога Они основываются На библейских традициях Правда? Но у них мало места Для Бога Библейская, естественно Что? Основывается на чем? На Библии На том, что учит Библия А современная? Это что? Просто На современном мире На условиях современного мира Да, на условиях современного мира Да Итак, первое Первое такое качество Посвященность Посвященность Там, где традиционная семья Преданность институту семьи То есть Человек не рассматривает Ни как завет Ни как договор Просто Это преданность Института семьи Он женился Он не разведется Почему? Потому что Традиция это запрещает Да? Второе Библейское Библейское Это завет Отношение завета Завет дается на какое-то время? Навсегда 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 На всю жизнь Да? Хорошо Это безусловное обещание Между партнерами Завет Это безусловное обещание Между партнерами Если кто-то Нарушает условия завета Завет Исчезает? Нет Нарушение завета Несет наказание Но завет Остается Правда? Поэтому я считаю Что Новый завет Не отвинил завет Моисеев Правда? Но он поставил Тот сказать Другие акценты И добавил Нечто новое Нечто новое И замечательное Это то Что жертва Ишева Мессия Но то Что касается Законов Торы И прочего Сохраняются они? Я говорю О библейских законах Не о тех законах Которые придумали равен Сохраняются Потому что Пока земля существует Все законы Торы Будут продолжать Существовать А современное Рассматривает Как договор Значит Если Традиционная Преданность Институту семьи Посвященная Завет В Библейской Форме Да И договор Контракт Контракт Это нечто временное Контракты Заключаются На какое-то время Есть Говорят Сейчас даже И женятся Там На один день Или на один месяц Или на один год Вот такие Тоже устраивают Вещи Да И контракт С нарушением Функции Одной стороны Он что? Перестает Существовать Да? Завет вечен А контракт Перестает Существовать Хорошо Второе Качество Адаптация То есть Способность Приспособлению Мужчина И женщина Приспосабливаются Да? Как-то И когда человек Приспосабливается Он ограничивает себя Правда? Связано с каким-то Самоограничением Вот где может Человек Больше всего Себя выразить? Когда он Один Или когда он Себья? А где больше Человек Себя Боги может Выразить? Себя Как самого Он тоже Когда один Поэтому апостол Павел Говорил так Да? Но В семье Он имеет Особое выражение Потому что Только в семье Может быть Новые дети Да? Потомство И новые Любящие Господа Правда? Итак Значит Способность В хриспособлении К адаптации Да В традиции Что? Это закон И правило поведения Да? Закон И правило поведения Что являются основой? Да Значит В Библии Это что? Это Тора Это живая Тора? Живая Тора Да? Если Традиции Вы говорили Они В общем-то Идут Довольно Такие Стойкие Стабильные И они не меняются То живя по Торе Человек ищет Бога Он получает Откровение От Бога Да? И в Новом Завете Мы имеем что? Благодать Благодать Да? В чем заключается благодать? То, что мы можем Не соблюдать законы Тора Ну Если у нас есть благодать Да? Разенимся Пойдем в женскую баню Все вместе Да? Вы понимаете? Ну Где же сказано Где же сказано Допустим Что мужчины И женщины Не должны быть Вместе Обнаженными В Новом Завете Где-то сказано Об этом А наоборот Сказано Нету Разницы Между мужчиной И женщиной Правда? Десять заповедей Они существуют? Существуют Так А если я хочу Выполнить Какую-то заповедь В Новом Завете Жениться на своей сестре Я могу? А почему? Где написано В Новом Завете? В Торе написано То есть Танахи То, что люди относят К Веткому Завету То есть Опять-таки Мы говорим Что если Законы Устной Торы Они Такие Фиксированные Стабильные Да? То здесь Мы имеем Живое Слово Да? Живая по библейским законам Живую Тору И мы имеем Благодать Да? Благодать Дает нам Возможность Соблюдать Это Не с каким-то Надрывом Сердца А быть Естественным Соблюдением А что же Появляется В обычной Семье Анархия Да? Анархия Говорят Пать порядка Да Анархия Ну анархия Не мать порядка Вы знаете Да? Да Демократия Я вам скажу Это тоже Разновидность Анархии Когда никто Ни за что Не отвечает Согласны? В этом отношении Сегодня одно Завтра другое Давайте проголосуем За гомосексуализм Давайте проголосуем За то что Что говорится Эти гомосексуалисты Могли Приемных детей Брать Да? А может Дадим Сделаем так Что мужчинам Будем уже Чтобы они беременные Были Демократия Это очень широкая Постоянная Да? Так что Анархия Анархия Порядка нет Хорошо Хорошо Авторитет На чем основывается Авторитет в семье? Традиционная семья Что? Это власть От позиции Власть От позиции Позиция мужчины Значит Он Муж И центр Семьи И это Авторитарность Это диктатура И приводит В конечном счете К тому что Мужчина Становится диктатором Правда? И часто Такое наблюдается В чем Авторитет Библейская Теперь семья Мы говорили Что это доверие Любовь И служение Друг другу Доверие Любовь И служение Друг другу Так? А в Современной Авторитета нет У мужа Свой авторитет У жены Свой авторитет Может они Как-то договариваются Но чаще всего Находятся в антагонизме Согласны? Значит Там идет вопрос Захват власти Захват власти Значит Если Первая власть От позиции Да? И авторитарность Да? В Новом Завете Это любовь Доверие Служение Другу Библейское А в Современной Семье Захват власти Кто Схватил Тот первый Хорошо Вопросы Общения Вопросы Общения Вопросы Общения Видите Общение В традиционной Семье Оно идет Строго По Традициям Да? Оно не Предусматривает Именно Каких-то Особых Отношений Да? Может Муж Жена Ненавидите Или любить Друг друга Но если Они себя Ведут Нормально То для Традиционной Семьи Принцип Это все Рано Чтоб Только Никто Не знал Да? Что У них Делается Итак Общение Неопределено Можете Так Общение В библейской Семье Это Тесная Связь Тесная Связь Основана На Любви А что Является Основой Для Общения В Такой Семьи Современной Это Каждый Требует Своё Каждый Требует Удовлетворения Своих Потребностей Да? Это Хорошо Когда Потребности Удовлетворяются Но Когда Каждый Начинает Скачать Права Это Плохо Да И так Значит Поведение Общения Неопределено Поэтому Поведение Может быть Или Агрессивное Или Пассивное Независимо От этого Всё равно Традиционная Семья Сохраняется Общение Это В Библейской Семье Это Основано На связи Друг с другом На любви Да? Обсуждается Высказываются Мысли Видите У Якова Чем Не Якова Ицхака Была В чем Проблема В том Что Ицхак Не обсуждал Вопросы Первородства Да? Он хотел Чтобы его сын Исау Был первенцем И никаких Вопросов Он не обсуждал Я вам говорил Да? Из-за чего Яков Вынуждены Были прийти Пойти на обман Да? Да Яков С матери Пошли на обман Если бы Они это Всё заранее Обсудили Может быть Возможно И Исау Сам бы отказался От первородства Потому что Это первородство Требовало От него Выполнения Священческих Обязанностей Чего он не мог И не хотел делать Хорошо И в Такой Семье Которой Кажется Каждый Сам по себе Да? Удовлетворение Требований За счет Другого Удовлетворение Требований За счет Другого Да Хорошо Так Что же Так Что же такое Семья Семья Это Помните Марк Завалил Основная Единица Общества И это По-библейски Так Вот Нации Они уничтожают Часто намеренно Другие объединения Стараются Разрушить Ослабить Леяние Других Групп Из которых Состоят Например Племен И кланов Но Даже Самые Развитые Нации Они Имеют Семьи В любой Нации Да Есть Семьи Большой В маленькой Потому что Это не только Самая маленькая Но и самая Стабильная Часть Общества Самая маленькая И самая Стабильная Часть Общества И именно По этой причине По этой причине Пытались Все диктаторы И все Да Живущие По сатанинским Законам Уничтожить Институт Семьи Да Потому что У семьи Особые Социальные Интересы И они Не совпадают С социальными Интересами Например Коммунистического Государства Строительства Социализма Семья Хочет Строить Свой Социализм Отдельно Взятой Семье Поэтому Традиция Передачи Собственности Или власти Они порождают Первенство И недостойные Люди Часто Приобретают Непропорционально Большое Влияние В обществе Даже для целей Воспроизводства Семья Не слишком Эффективна Ведь при выведении Породы Случными Свойствами Отбирают Только Качественных Производителей В то же время Как мы знаем Много людей Имеют Генетические Аномалии И процесс Воспитания Ребенка В семье Не всегда Проходит Успешно Я вам говорил Гитлер пытался Это исправить Он отобрал Самых лучших Женщин Соответствующих Арийского Идеала И самых лучших Мужчин Они женились И было Где-то Около Десяти тысяч Таких вот Детей Гитлера Которые воспитывались В отдельных Детских Домах И оказалось У генетически Самых лучших Мужчин И самых лучших Женщин Двадцать процентов Оказалось Рождаются Идиоты Бог показал Бог показал Чего это стоит Забота О детях Обеспечение Потребности Семьи Необходимость Уделять внимание Супругу Ведение Домашнего Хозяйства Требует Определенных Затрат времени Сил И эмоций То есть Это что называется Посвящение Но если человек Посвящен Коммунизму И у него Что Да Революционер Должен Отказаться От всяких Семейных Связей Учил Бакунин То есть Революционер Человек Обреченный Он должен Отказаться От всяких Семейных Связей Поэтому Иногда Создавали Такие Случа Рабовладельцы Разбивали Семьи Чтобы получить Максимально Дешевую Производственную Силу А еще Создание Целой Группы Людей Лишенных Семейных Связей Это Кастрация Мужчин Явнухов Использовали Не только В качестве Слуг Горевых Они были Воинами И дослуживались Даже до Генералов И занимали Высокие Политические Посты В особенности Восточной Римской Империи Как мы Горим Византийской Империи Генерал Нарсес Можете Образец 478 Года Родился До 568 Года Прожил Можете Посчитать Сколько лет Прожил Родился В 478 Году Умер 568 Года 90 Лет Прожил Он Был Генералом Он Полководцем Был Очень Выдающимся Также В Китае До падения Китайской Империи Существовал Обычный Назначать Евнуков На высокие Должности Такая же Традиция Существовала И в Персии И в Риме И вы знаете Что в Риме Эта традиция Сосходилась Католической Церкви Правда Там сейчас Евнуков Не делают Но что Практически То же самое Даже католические Священники Являются Лишенными Семьи Даже если У них есть Какие-то Дети На стороне Все равно Как таковых Семей У них что Нету И это очень плохо Потому что вы знаете Что это по Божьему принципу Или это не по Божьему принципу Правда Вот Посвященность Богу Есть еще раз говорю Если есть Отдельный случай И это дар Дар От Бога Ну тогда человек сам знает И другие знают Но это не является Обязательным Поэтому Всякие попытки Были уничтожить Семью Видите В социалистическом обществе Женщина должна работать Мужчина должна Животать Да А дети должны Где воспитываться В детстве В садике Хором Всем на горшок Хором Всем на обед Хором Всем Ленина Дедушку Ленина Дедушка Сталина Прославлять Да И так далее Да Вот так и вот Хорошо Даже инстинкты Человека Можно притупить Но искоренить Их нельзя И если ребенка Не ласкать Да В первый год В его жизни Я рассказывал Что Он Практически Где-то 90% Таких детей Могут Умереть Поэтому Семья Абсолютно Необходима И сравнивают Часто Людей С животными У некоторых Животных Есть семьи У некоторых Животных Нет Семьи Но мы говорили Что человек Это неразумное Животное Да Это не значит Неразумное Животное Человек Это Разумное Или неразумное Но неживотное Человек Да Даже самый глупый Человек Даже идиот Рожденный идиотом Его нельзя убивать Потому что Он кто Он имеет Дух Божий Да Он творение Божие В то же время Даже самое умное Животное Оно все равно Останется животным И никогда не станет Хотя Животное бывает Некоторые Проявляют больше Ума Чем некоторые люди Но животное Остается животным Поэтому сравнивать Отношения семьи И отношения Некоторого подобия Семьи Которые мы видим У животных Совершенно Разные вещи Какие же отношения Должны быть Прежде всего Отношения Должны базироваться На любви Да Можно дать определение Семья Это мир В котором Царит Взаимная Любовь Семья Это мир В котором Царит Взаимная Любовь И Что еще Мы говорим Скромность Добродетия Кто найдет Добродетельную Жену Цена ее Выше Яхонда Да Эшет Хаил Добродетельная Женщина Видите Хаил Означает Какая Добродетельная Добродетельную Жену Кто найдет Отсюда Слово Хаяль Солдат Слово Хаил И хаяль Это одного Корня Только женский И мужской Род Видите Иврите Да Солдат Это кто Это Добродетельный Человек Да Что совершенно Не соответствует Образу Солдата И воина Допустим В нашем Менталитете Правда Хорошо И Знаете Что Для любящих Людей Мир Никогда Семья Даже Маленький Домик Никогда Не тесно Для людей Которые Ненавидят Друг друга Да Для них Весь мир Вся вселенная Тесная Когда наша Любовь была Сильна Мы могли Устроить Наши ложи На лезвие Меча Теперь Когда наша Любовь Остывает И кровать 60 локтей Ширины Недостаточно Просторна Так Пишет Воилонский Талмуд Санхедрин Еще Как сравнивается Любовь Песень Песень Крепка Как смерть Любовь Это Песень Песень 8 Дробь 6 И 8 Дробь 7 Большие воды Не могут потушить Любви И реки Не зальют ее Рави Акива Сказал Что все Писание В Танахе Святое Но песнь Песень Это Святое Святых Хотя Некоторые Еврейские Авторы Не признавали Эту песню Песень Я принадлежу Возлюбленному Моему А возлюбленный Мой Мне Это действительно Песня О любви Итак Что же такое Любовь Видите русское слово Любовь Вот это есть только Любить Слово Да И Ну еще по русски Нехорошее слово Для сексуальных отношений Да А как же В действительности Бедный язык Правда Я вам показывал Стихотворение Сколько В русском языке Есть слово Мордобойных слов Да Правда Длинная такая Целая страница Я их не буду вам Перечислять Не бойтесь Да Но всего лишь Одно Единственное слово Для любви Да В польском Украинском Немножко больше Видите Каханя Да Любить Когда любить Имеется ввиду Просто любить Да Кахать Это имеется ввиду Эрос И еще есть Слово Милость Милость Да Я не знаю Польская она Или украинская Но в западной Украине Тоже употребляется Да Милость Да Видите То есть Есть уже Какая-то градация Для слова Любви Ну Говорят Что есть Несколько слов Да В библии Эрос Это что Сексуальная Любовь Да Эрос Это сексуальная Любовь Филио Филио Это Дружба Приязнь Это значит Люди любят друг друга Но здесь не говорится О сексуальной любви Да Это говорится О душевной связи Филио Филио Поэтому Полюбил Ионатан Давида Как свою душу Или Иисус Любил Марту И Марию И некоторые говорят Что это Какая Эрос Но в действительности Это не Эрос Да Это Филио Это Филио Значит Это Любовь находится В сфере душевной Эмоции Да Эрос Это сексуальная Плоская любовь Значит Дело в плоти Находится Да Это тоже хорошо Если это любовь Именно женщины И мужчины И состоящих Семейных отношений Филио Филио Это может быть Между людьми Любыми Да Но это отношение Приязни Дружбы Вот такая любовь И третья любовь Агапе Мы говорили Что это высшая любовь Агапе И Агава Они имеют Общее нечто В корне Правда Агапе Агава Само слово Еврейское Агава Относится Имеет корень Гав Зав Это что Истекать Это жертва Истекающая кровью То есть Когда Любовь Это что Всегда проливается Кров Это жертва Любовь всегда Связана с жертвой Мы жертвуем Да Мы жертвуем Любовь Это жертвенная любовь Называется Агапе И еще Сторхе Греческое слово Тоже упоминается Сторхе Это любовь К другим людям Вот Любовь к детям Любовь к членам Семьи Любовь к родине То есть Это сторхе Оно тоже имеет Эмоциональную склонность Но она Является уже Как членом общества Да Хорошо Итак Первый Отличительный Признак Любви Он должен Волновать Любовь Не существует Без Эмоциональных Таких проявлений Правда Если нету Любви Это что Равнодушие Любовь И равнодушие Это абсолютно Противоположные вещи То есть Противоположным Любовью Является Не ненависть Потому что мы говорили Ненависть Это та же любовь Только что С отрицательным Знаком Правда? Да А Это безразличие Противоположность Любви Хорошо Равнодушие Убивает эмоции Равнодушие Убивает любовь Еще С чем характерна любовь Заинтересованное Внимание Заинтересованное Внимание Начинается Любовь с чего? Да? Начинается любовь С заинтересованного Внимания Когда я увидел И это Меня заинтересовало Вот поэтому Женщины Хотят быть Че то? Привлекательными Слово привлекательность Это чего? Слово привлечь Внимание Чем она больше Привлекательна Тем у нее Есть больше Шансов Обратить на себя Внимание И получить Любовь Другого Да? Но бывают Некоторые женщины Которые Будучи Уже замужем Они стремятся Быть привлекательными Для этого мира Ну то есть Хорошо Когда на женщину Приятно смотреть Да? Но когда привлекательна То есть Она привлекает На себя Внимание Всех окружающих Чем-то таким Экстремальным Или поведением Своим Или внешним видом Или одеждой Да? Это хорошо Для замужной женщины Это уже плохо Да? Но для своего мужа Она должна быть Привлекательной Какой Всегда Итак Заинтересованное Внимание Или мы говорим Привлекательность Да? Вот И привлекательность Вспомните Психологическая оценка Человека Происходит Первые 10 секунд Да? Первый взгляд 10 секунд 10 секунд Для того Чтобы показать Себя Этому человеку Да? А потом уже Дальше Уже идет процесс Другой Следующий Привязанность Сначала Привлечь А потом Привязать Да? Вы знаете Что слово Обязанность Оно происходит От какого слова? Обвязанность Обвязанность То есть Привязанность Сначала Привлекательность Да? А потом Привязанность Потом Привязанность Это уже Развитие Так сказать Третье Это Сочувствие Сочувствие Да? В латинском языке Есть слово Эмпатия Слышали? Такая Телепатия Есть Эмпатия То есть Сочувствие Да? Сочувствие Ты начинаешь Чувствовать Другого человека И у тебя К нему Уже возникают Какие-то Отношения Более Такие Тесные Да? Сочувствие Или эмпатия Означает Испытывать Чувство Вместе С другим Сочувствие И Вот это Имеет Уже Эмоциональную Эмоциональную Заинтересованность Которая Становится Глубже И Перерастает В любовь Итак Как говорится Этапы Любви Да? Мы говорили Это что? Заинтересованное Внимание Или Привлекательность Да? Потом Привязанность Потом Уже в области Эмоций Что? Сочувствие И Сочувствие Если проходит Какое-то Определенное Время Перерастает В любовь Перерастает В любовь Ну Понимаете Что есть Разное Любви Говорят Есть такой Анекдот Еврейский Да? Однажды Поймали Щуку Вытащив ее Из воды Увидев Что она Большая Рыбак Сказал Отлично Я отнесу Пану Он любит Щук И щука Подумала Что пан Уж конечно Ее спасет Раз он ее любит Да? Вот Рыба Подумала Что все складывается Не так уж плохо Рыбак Зашел в дом И хотя рыба Идва дышала Она не оставляла Надежды Ведь пан Любит щук Ее принесли на кухню И повара Стали говорить о том Как сильна Любовь пана К щукам Когда рыба Очудилась на столе Вошел пан И начал давать указания Отрежьте ей хвост Голову разделайте Так-то И так-то И тогда рыба В очаге Отстыкнула Почему вы мне лгали? Вы же любите не рыбу Вы же любите себя Но есть разные варианты Этого анекдота То есть Видите Некоторые люди Любят кого? Самого себя Да? И помните Был такой случай Как Из сыновей Давида Да? Полюбил Девушку Которая кстати Была его сестрой Да? И что случилось? После того Как он сошел В ней сексуальные отношения Он возненавидел То есть Она ему стала Неприятной Он удовлетворил Своё желание Была ли это любовь? Да? Это была похоть Страсть Как хотите Хорошо Значит Что нужно для любви? Для любви нужен Субъект Любящий Да? Сама любовь И объект Возлюбленный Но иногда Главным остаётся Кто? Сам субъект Кто любит Внимание Всё должно быть На объекте И любовь Она должна быть Какая? Она должна быть Жертвенной любовью Да? Любовь Панок Щуки Совершенно Никакого отношения К такой любви Не имела Правда? То есть Если даже Иногда человек Любит другого человека Исторожно Он любит себя Часто бывает такое Что если Допустим Женщина Отказывается Быть С мужчиной Он пытается Любой ценой Заполучить Её Опять-таки Это что он? Любит её Он просто Удовлетворяет Что? Своё Счастливие Потому что В таком случае Он кажется Что несостоятельным Как она мне Отказала Аж два раза Девушка Моей Мечты Помните? Вот Дальше Любовь бывает Обусловленная И безусловная Да? Любовь обусловленная Это я люблю Потому что Потому что Он красивый Потому что У него машина У него деньги Потому что Он такой умный А она тоже Такая красивая У неё Такое-то И глаза Как два карата Вот такие Вот И так далее Да То есть Это какая Любовь Значит Условленная Обусловленная Да? И есть безусловная То есть Любовь Которая Вообще При любых Условиях Да? Да Вот То есть Есть разная Любовь И вот Интересно Что Предмет Такой Возвышенной Любви Это тоже Видите Любовь С первого Зляда И служил Яков Зарахе Семь лет И они Показались Ему Нескакими Днями Потому что Он любил Её Вот Время Оно Субъективное Иногда Оно Очень Тянется Иногда Кажется Что Прошло Несколько Дней Смотришь Прошла Вся Жизнь Правда? Вот Моей Жены Как говорится Недавно Снилось Что Она На скете Катается Она Себе Сама Снится Что Она Молодая Да? И я Молодой Каждый Из нас Молод Правда? И мы Любим Друга У нее Такая Чудесная Фигура Я Просто Восхищаюсь А если Какие-то Изменения Связанные С возрастом Ну просто Как тебе Сказать Ну вот Это Она Более Милая Плохо Что Женщины Делают Различные Себе Вот эти Там Морщины Удаляют И так далее Красивые Морщины Они След чего? Это След эмоций Переживаний Да? Они Красят Человека По-своему А вот Это Неестественно Такое Обезьяноподобное Лицо Как маска Это Это Ненормально Это Ненормально И так Служил Яков Зарахе Семь лет И они Показались Ему Нескакими Днями Хорошо И Есть Эмоциональная И волевая Любовь Эмоциональная Любовь Касается Чувств И привязанности То есть Сначала Полюбили Потом Поженились Волевая Любовь Сначала Что Поженились А потом Полюбили Есть И та И та Любовь Описана В Библии Итак Волевая Любовь Можете Записать Это Реакция Нашей Воли Это Наш Активный Выбор Я могу Выбирать Любовь Видите Если Господь Говорит Люби Господа Бога твоего Или даже Люби Врага Да? То тем более Я должен Любить Того человека С кем Я связан То есть Любовь Это что Решение Решение Воли Да Часто Бывает Так Сначала Видят Друг Друг Влюбляются Потом Принимают Потом Займаются Сексом Потом Решается Наконец-то Пожениться Там После уже Десяти лет Совместной Семейной Жизни Как бы Вази Семейной Жизни И потом Разводится А пример Ривки Исхаков Помните Решение Было Кто Принято В семье Да Или Зер Вопрошал Бога Выборы Бог Показал Именно Ту женщину Да Которая Нужна Ривка Тоже Приняла Решение Выйти Замуж За Исхака Потом Она Увидела Его Да Потом Они Поженились А потом Она Его Полюбила Вот Какая Любовь Является Более Прочной Да Волевая Любовь Является Более Прочной Хорошо Я Сависпирирую Да Редактор Корректор Сависпирирую